Слава Украине и слава ЗСУ! В Одессе 9 декабря, 289 день полномасштабного нападения террористической нацистской России и предательской Беларуси. В Одессе по чуть-чуть возвращается свет. Дома одесситов, конечно, есть отключение на несколько часов в день, но все намного лучше, чем пару дней назад. А наши друзья с Европы передадут Одессе генераторы, чтобы поставить в котельные и насосные станции. На случай экстренного отключения, чтобы не пропало отопление и вода в домах одесситов. Вот так вот есть друзья, которые всегда помогают, а есть россияне. О россиянах уже все сказано, тут добавить нечего. В соседнем городе Герои Николаеве тоже отключают на пару часов свет несколько раз в сутки. И говорят, ЗСУ отомстили россиянам за обстрел автобазы в Николаеве. Накрыли расположение ракет С-300 рядом с Железным портом и Скадовском, где-то в том районе. Посмотрим потом, когда освободим ту территорию на разрушенную российскую технику. А освобожденный Херсон и Херсонскую область россияне продолжают обстреливать. За прошлые сутки попали по одноэтажным жилым домам в Херсоне и по детской больнице. И, к сожалению, несколько человек получили ранения после российских обстрелов. ЗСУ, конечно же, отвечает на эти обстрелы россиянам. Результатом этого, конечно, скорее всего является то, что россияне опять будут проводить мобилизацию уже в январе. Сначала закончилась регулярная армия, а теперь закончилась мобилизированная.